Здравствуйте! Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Александр Моцирук и в ближайшее время расскажу вам о главных событиях. Европейское качество, современное оборудование и 30 новых рабочих мест. В пятницу в Слуцке стартовало производство мощных кранов. Как оценила модернизацию делегация высокопоставленных чиновников и какие зарплаты получают специалисты нового цеха узнаете из большого репортажа нашей съемочной группы. Слуцкий крановый завод – одно из старейших предприятий района. Здесь базируется производство с почти вековой историей, но с 2012 года у завода началась новая жизнь. После того, как предприятие вошло в один из крупнейших белорусских конгломератов – БелАЗ Холдинг, здесь произошли серьезные изменения. Обновились технологии производства и материально-техническая база, значительно расширилась линейка производимого оборудования. Все это требовало серьезных инвестиций. Только за последние три года в развитие Слуцкого завода вложили 15 миллионов евро. Руководство БелАЗа инвестирует с прицелом на будущее, но результат виден уже сейчас. Слуцкий крановый выбился на лидирующие позиции в стране по производству грузоподъемной техники. А финальным штрихом большой модернизации предприятия стало открытие нового цеха по изготовлению грузоподъемного оборудования. Генеральному директору открытого акционерного общества БелАЗ, управляющей компанией Холдинга БелАЗ Холдинг и директору открытого акционерного общества Кроновый завод, Технический завод Центра по изготовлению грузоводъемного оборудования в открытом оценке наручных экранов и заводов. Новое производство, разместившееся на площади в 6,5 тысяч квадратных метров, стало уникальным не только для Белоруссии. В целом, в мире лишь единичные предприятия выпускают настолько мощное оборудование. Для лучшего понимания масштаба модернизации. Если раньше Слудский завод занимался выпуском небольших кранов грузоподъемностью до 10 тонн, то сейчас здесь будут производить краны мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн. Все в лучших традициях БелАЗа. Больше, сильнее, мощнее. Хорошее оборудование. Я бы даже сказал, уникальное оборудование, которое позволяет делать не только мощные краны грузоподъемностью свыше 200 тонн, но и действительно производить серьезные узлы и агрегаты для других промышленных предприятий нашей страны. То есть это не монопродукция. Благодаря тем станкам, которые и линиям, которые здесь установлены, представляется возможным действительно выполнять те заказы и делать узлы и комплектующие, которые сегодня зачастую мы покупаем по импорту. В том числе и Большой БелАЗ для себя будет тоже здесь размещать отдельные обзаказы. Поэтому это комплексный подход. Иногда приходится слышать, что вот вы закончили на этом заводе модернизацию или не закончили. Я считаю, что это неграмотная постановка вопроса, потому что предприятие, если оно думает работать, жить и конкурировать на рынках мировых, оно постоянно должно заниматься модернизацией. И не только технической, но и маркетинговой политикой, и диверсификацией рынков. Больше масштаб производства, серьезнее контроль качества. Проверяется каждая деталь. На данный момент произвожу контроль сварочного соединения ультразвуковым дефектоскопом. При помощи его я найду, если они, конечно, есть, дефекты внутри сварного шва. Очень маленький шанс, что дефекты мы найдем. Современное оборудование требует современных специалистов. Все работники цеха прошли серьезную подготовку. Многие из них уже опытные профессионалы своего дела. Немало и молодых специалистов. Роман – один из них. По окончании вуза получил распределение на крановый завод. Отработал, понравилось и решил остаться. На вопрос «почему» отвечает просто. Работа на современном оборудовании и, конечно же, высокая заработная плата. Перед вами новая сварочная линия, сварка под слоем флюса. Самое главное отличие от обычной сварки – то, что можно варить за один проход больше толщины. И за счет флюса формирования швак получается идеально. И никаких брызг нет, бор и других различных дефектов. Если это варится вручную, то это варится в два-три раза дольше, чем обычно. Самый главный плюс – это вместо трехпроходной сварки мы делаем одну. Быстрее, лучше и минимум человеческого фактора. Если сварщик где-то может ошибиться, здесь шов ровный и постоянный. В среднем около 950 рублей. Столько зарабатывают на крановом заводе. Солидная зарплата для слудских реалий. При этом для работников создаются максимально комфортные условия труда. Отсюда и высокая производительность. Зарплата действительно достойная у нас. Намного, если посмотреть по другим предприятиям, то мы получаем намного больше. К слову о производительности. Благодаря открытию нового цеха, объемы производства кранового завода за оставшиеся полгода увеличатся в разы. На ближайшие годы план повысить эффективность еще примерно на 20%. За пять месяцев завод произвел продукции на порядка 3 миллиона 600 тысяч. По году, с учетом имеющихся контрактов, мы уже видим возможность произвести 15 миллионов 600. То есть, это даже уже в текущем году увеличение в разы. Ну и в последующие годы видим возможность увеличивать порядка на 20-30% ежегодно. И таким образом увеличивать объемы производства. И, соответственно, повышать ту же самую заработную плату. Увеличение объемов производства позволит снизить количество импортируемой техники. А следовательно, даст возможность белорусским предприятиям прилично сэкономить. При этом заинтересованность в продукции Слуцкого кранового завода есть не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Мы здесь присутствуем на открытии новых мощностей, по сути, как здесь говорилось, нового завода, который, с одной стороны, более качественно, более дешевую делает продукцию и расширяется линейка. То есть, теперь мы сможем производить продукцию от 5 тонн до 240 тонн. Соответственно, это расширит возможности нам быть конкурентоспособным в большей степени, нежели это было раньше. Поставляли, как уже говорилось, на атомную станцию. От 0,5 до 10 тонн, вот порядка 30 грузоподъемных механизмов работает на атомной станции. Это говорит о том, что даже на старой технологии мы добивались того качества и того контроля по всем операциям, которые необходимы в рамках поставок на такие сложные объекты. Соответственно, сегодня уже есть заказы в рамках технического перевооружения того же БелАЗа. Есть заказы на Беларусь-Калий, есть контракты со Слав-Калием, есть экспортные вещи. В Беларуси каждый третий водитель – женщина. По статистике, дамы предпочитают спокойный и осторожный стиль вождения, реже проявляют агрессию и попадают в дорожно-транспортные происшествия. Но, несмотря на это, отношение мужчин к автолюбительницам неоднозначное. Чтобы разрушить стереотипы, связанные с женщинами за рулем, в рамках молодежной инициативы Слуцкого райкома БРСМ прошел конкурс «Автоледи». С каждым годом количество женщин-водителей растет в геометрической прогрессии. Сегодня дама за рулем – обычное явление. Причем женщины на дороге зачастую могут дать фору любому мужчине-водителю. Четыре автоледи сегодня показали свое мастерство и сразились за звание «Автоледи Случины». Я всех поздравляю с открытием «Автоледи». Очень приятно, что на территории Случского района есть смелые девушки, которые сегодня согласились поучаствовать в данном мероприятии. Я желаю вам ни жезла, ни гвоздя. Пусть у вас все получится. Участницы не только демонстрировали свои знания по правилам дорожного движения и мастерству фигурного вождения, но и творческие таланты. В этот замечательный субботний день мы пригласили представительниц женского пола доказать, что именно леди, что наши девушки лучше на дорогах, более дисциплинированные, аккуратные, чтобы лишний раз доказать мужчинам, что мы еще ого-го. Конкурс «Автоледи» у нас проводится традиционно. Победительница районного этапа затем будет представлять нашу дорогую Случину на области. Каждая из девушек презентовала себя и свой автомобиль в конкурсе «Я леди», приложив максимум фантазии, воображения и усилий. Участницы также представили и защитили новый дорожный знак. Жюри оценивало оригинальность, точность и выразительность знака. Поддержка нужна и важна каждому, особенно, когда впереди сложное конкурсное задание. Слаженность выступления, оригинальность, исполнение слогана, наличие и использование средств агитационной наглядности. На протяжении всего конкурса жюри оценивало лучшую группу поддержки. Катюша на мяде мчится, успех уход не несет, победы ты должна добиться! Они не путают педали, а с легкостью преодолевают эстакаду, разворачиваются в узком дворике и паркуются не по характерному звуку, а по зеркалам. Какие они, девушки, за рулем! Екатерина, только что вы прошли один из самых сложных этапов. Поделитесь своими впечатлениями. Было очень волнительно. Вы знаете, прошла... Не скажу, что было легко, было сложно. Прошла за 2 минуты 58 секунд. На данный момент это лучший результат. Честно говоря, без одного штрафного бала. Не ожидала от себя, но очень горда, что за 5 лет я не забыла, как это делается. Волнуюсь очень сильно. Вы знаете, столько эмоций, что даже, наверное, сразу не пересказать. У меня даже до сих пор, наверное, трясутся руки. И желаю каждому это испытать. Все-таки через несколько лет после сдачи на права. Среди мужчин нелегко. Вы сами женщина, вы прекрасно понимаете, что мужчины немножко нас недооценивают. Хотя очень-очень зря. Я считаю, что девочки, мы девочки гораздо аккуратнее водим, нежели мужчины. И я желаю, наверное, всем-всем автоледи не бояться, не переживать. Мы молодцы. Я смотрю, у нас очень много леди появилось на дорогах. Самое сложное в этом, наверное, все-таки боковая парковка. Все остальное мы делаем в обычной жизни. Расскажите, какого стажа за рулем? 8 лет. Легко ли быть автоледи на дороге? Наверное, легко, если не нарушать правила дорожного движения. Эмоций куча, потому что, так как я 6 лет назад сдавала, пришлось вспомнить некоторые элементы. Допустим, для меня больше всего сложный это гараж. Не знаю, почему. Вроде он считается самым легким элементом, но для меня он почему-то сложный. Есть, конечно, нюансы, когда водители не очень вежливы на дороге. Это с каждым бывает такое может случиться. Но в основном, да, легко. Соблюдать правила движения. Я хотела бы посоветовать, конечно же, принимать участие в таком хорошем конкурсе. Способность проявить себя, показать себя, как нужно правильно себя вести на дороге. Показать, что мы что-то можем все-таки. И быть увереннее в себе побольше. Не нарушать, конечно же, правила. И все будет отлично. За два дня до конкурса меня предупредили, что я участвую. Группа поддержки – это мои коллеги. Я их всех очень люблю, и я им всем очень благодарна, что они пришли сегодня поддержать меня. Все элементы, более или менее, я делала, кроме эстакады. Эстакады я вчера спалила ручник. Ну, как могла, так сделала. Лучшей поддержкой стала группа Татьяны Герасимчук – предприятие миллиардативных систем. Подписки «Слуцкий край» награждается организация, которая проявила мужество. Мужчины молодцы! ПМС! Ну и дипломом победителя награждается Мюшко Ксения! Обладательница звания «Автоледи-2019» Ксения Млечко воспитывает маленького ребенка и выгуливает любимую обстанайки, а в свободное время делает цветы из бумаги. Я, конечно, не ожидала, что мы победим. Конкурировать было непросто. Я думала, что у меня ничего не получится. Но удача была на моей стороне. Т-34 помог! Т-34 помог! Другие участницы конкурса получили дипломы за активное участие и ценные подарки. Но главное ведь не победа, а участие. Екатерина Никитина, Игорь Олейников, СУЗ-ТВ. Квадратный метр в комплексе «Минск-Мир» практически в центре столицы от 1900 рублей. Такие цены установил застройщик «Дана Холдингс» этим летом и предложил множество интересных программ для людей с различными доходами в жилых комплексах «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев» и «Минск-Мир». В компании уверены, что современный «Минск» должен быть красивым и интересным. Комплексная застройка призвана создавать комфорт и удобство для жителей, когда вся городская инфраструктура, что называется, под рукой. А цены на квартиры должны быть доступными. В торгово-развлекательном центре «Дана Молд» для любителей одеться стильно и со вкусом настоящее раздолье. Более ста международных и белорусских брендов. Шопинг стал еще доступнее. Сейчас скидки достигают 50% и сводят модниц с ума. Получаем максимальное удовольствие от того, что есть все, что есть за границей. Стараемся бывать здесь каждые выходные, всегда что-то интересное покупаем, то, что нам нравится. Ну и, конечно, дети поразвлекаться, детские магазины, игрушек и так далее. В будущем хотелось приобрести недвижимость в этом районе, то есть очень замечательный район. Он стал таким мегаполисом, я считаю, то есть как бы отдельным таким районом, который включил в себя все инфраструктуры на сегодняшний день и метро, и также большое количество магазинов и все, что только можно пожелать человеку. Выгодные покупки не единственное, чем привлекает «Маяк Минска». Как Дана Холдингс знают, лето должно быть интересным, поэтому застройщик заботится о том, чтобы жители и гости комплекса могли отлично провести время. Увлекательные мероприятия для детей и взрослых буквально каждые выходные. Живем мы на Мстиславце, вот там вот дома. Переселились еще до того, когда намол открылся, уже, наверное, лет пять назад прошло. Но вообще все нравится, хотелось бы отметить, среда безбарьерная. Здесь есть детские комнаты, очень просто, в ту же зару, в манго можно выйти, погулять, купить, ребенок спит, потому что в других магазинах и в других районах, к сожалению, это не так ярко представлено. Ну и, безусловно, очень рада, что есть все эти магазины в одном месте. Это, наверное, самый любимый торговый центр города вообще лично у меня. Вы слышали когда-нибудь о футбольном фристайле? Чемпионат страны по этому виду спорта состоялся в комплексе «Маяк Минска» в минувшие выходные. Там было на что посмотреть. В мире он набирает популярность. УЕФА начала поддерживать футбольный фристайл. Например, официальный символ чемпионата Европы 2020 года. Это футбольный фристайлер «Скилзи». Решили в торговом центре «Данамол» проводить, потому что, в принципе, очень популярный торговый центр. Здесь большой трафик, много людей всегда, кинотеатр, как бы, и поэтому с целью популяризации этого вида спорта, чтобы много людей увидело, возможно, появились ребята, которые захотят заниматься. В выходные в рамках акции «Лето на маяке» красивейшая пешеходная улица жилого комплекса «Бульвар Пикассо» превращается в место отдыха для всей семьи. Нарисовать картину, сыграть в шашки и нарды, прокатиться на огромной надувной горке или устроить родео на механическом быке. В программе каждый раз что-то новое, так что с Дана Холдингс летнее настроение вам гарантировано. Каждую субботу по выходным. Здесь гироскутеры, можно было кататься на них, можно на электросамокатах, на электромотоциклах кататься, на батутах. Мне очень понравилось там, очень сложно держаться, особенно за веревку. Практически все падают. Бульвар Пикассо невероятно стильный. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства, словно создан для ярких фотосессий. А венчает бульвар мультимедийный фонтан Дана Танец, лазерно-световым шоу в струях танцующей воды. Подлинная краса и новая городская достопримечательность. Здесь все чаще можно встретить молодоженов. Здесь такой современный район, немного людей, красивые виды. Минска, Москва, Сити, можно так сказать. Да, здесь хороший район, очень хорошее расположение. Я думаю, в перспективе здесь купим квартиру. Купить жилье в комплексе «Маяк Минска» еще можно. Доступны квартире в доме Микеланджело. Недавно стартовали продажи в доме «Рафаэль». Это последние дома в «Маяке Минска». Комплекс фактически достроен, поэтому нужно поторопиться. С каждым днем шансов все меньше. Квадратные метры в лучших районах столицы покупатели находят быстро. Современному комплексу и новейшая инфраструктура. Просторная школа с бассейном и теннисным кортом. Строятся и детские сады. Один из них уже на финальной стадии. Второй возводится прямо возле школы. Все меньше свободных квартир в комплексе «Парк Челюскинцев» с фасадом на проспект Независимости. Дом расположен у самых границ одноименного парка и ботанического сада. Активно идут продажи и в комплексе «Минск-Мир». Он строится по принципу «город в городе» и обещает стать центром деловой и развлекательной жизни столицы, а также пространством, удобным для жизни. Рядом с уже заселенным домом «Диадема», например, сейчас строится современный детский сад. Этим летом стоимость метра в «Минск-Мире» от 1900 рублей. Есть и рассрочка от застройщика до 10 лет при внесении первого взноса от 30% стоимости квартиры. А если нет денег на первый взнос, БНБ-банк поможет партнерским кредитам до 40 тысяч рублей без справок и поручителей под выгодный процент. Кроме того, есть кредитные программы на покупку жилья от банков-партнеров сроком до 20 лет. Подобрать подходящий вариант всегда помогут в офисе продаж «Дана Холдингс». Каждому клиенту здесь индивидуальный подход, поэтому нынешним летом самое время заняться покупкой долгожданной минской квартиры от «Дана Холдингс». Отдел продаж по улице Мстиславца, 9, работает ежедневно. Подробности на сайте застройщика. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями в наших социальных сетях и на YouTube-канале Слуцк ТВ. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте интересные темы для репортажа. И журналисты нашего канала готовы разобраться в любом вашем вопросе. Хороших вам выходных и всего доброго! Продолжение следует...